Весна и вечная беда. Автомобилисты Новоалтайска жалуются на то, что вместе со снегом тают дороги. H7N9. Правда ли, что нам может грозить новая пандемия? Доход, возраст или число солнечных дней? Во Всемирный день счастья узнали, от чего оно зависит. На ремонт барнаульских дорог в этом году заложат вдвое больший бюджет. Изначально планировалось направить 67,5 миллионов рублей, но затем было решено дополнительно выделить 100 миллионов. Об этом стало известно после совещания в мэрии Барнаула. В рамках изначально заложенного финансирования власти планировали отремонтировать порядка сотни участков. Однако, по факту, число поврежденных участков дорог значительно больше. Причина – неблагоприятные погодные условия. В частности, резкие перепады температур зимой, сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин. Исполнитель работ «Автодорстрой» также уверен, что потребуется увеличение финансирования. Итоговая сумма станет известна после дополнительного обследования дорожной сети. Глава города Вячеслав Франк поручил подготовить соответствующие изменения в бюджет города для их рассмотрения в Гордуме. А пока в крае наблюдают приход весны и мирятся с неудобствами. В Бийске потепление до плюс шести, отсутствие ливневок и обилие снега привело к образованию озер на дорогах. Люди возмущаются в социальных сетях, что затопило и пешеходные тротуары, и подходы к остановкам общественного транспорта. Ходить негде от слова совсем, пишут жители улицы Амурской. Вместе со снегом тают дороги. В Новоалтайске одна из важных транспортных артерий города, улица Анатолия, превращается в одну большую яму. Автомобилисты переезжают ее на минимальной скорости, обруливая множество неровностей. Люди настолько возмущены, что даже сами останавливались у нашей камеры. Ровного участка здесь не найти. Одна яма сменяет другую. Их здесь на любой вкус. И поменьше, и поглубже, и с водой, и с камнями. Пытаемся объехать через центр. Как машина страдает? Очень сильно. Очень сильно. Ремонт-то часто? Ну, не дешево. Что меняете? Ну, в основном, вся ходовая часть. Уже несколько лет улица Анатолия, особенно в районе моста, просит внимания. Когда сходит снег, дорога превращается в полосу препятствий. Водители снижают скорость и внимательно обруливают ямы. Обойти все не получается. То и дело, колеса проваливаются. Кирпичами заложат. Ну, буквально на неделю этого хватает. Кирпичная кладка в дороге – это не происки местных активистов, которые борются с ямами, а решение городского комитета. Такой временный вариант выравнивания дороги нашли чиновники. Тендер выиграл кирпичный завод. У нас кирпичный завод сделает дороги. Никакого нет. Автомобилисты уже с юмором относятся к извечной проблеме. Шутить начинает каждый, кто проезжает по этому участку дважды в день. Александр Кожанов следит за состоянием тротуаров на мосту, но не может не смотреть на проблемную соседнюю зону и нередко вылавливает трофеи. Вот здесь вот, Мерседес прям колесо развернул полностью, подвеску. Это буквально, ну это тот год было. Вот здесь две машины объезжали встречные и ударились. Ну что, одна с одной стороны объезжала, другая с другой, не посмотрели. Все, вот она, авария. Это самый опасный участок. Скоро участок станет безопасным, заверяют власти. В этом сезоне улицу Анатолия должны отремонтировать. Сделана смета, она прошла экспертизу. Буквально сегодня, сейчас мы выставили на электронную площадку работы по ремонту дорог нашего славного города Новоалтайска. В этот перечень вошла улица Анатолия, причем она вошла капитально. То есть там будет отремонтировано не только полотно, но и пешеходные зоны. Эти работы, а еще установка освещения, обойдутся примерно в 20 миллионов рублей, рассказал глава города. Всего же в этом году в Новоалтайске должны отремонтировать 6 километров дорог на пяти нет центральных улицах. Анатолия, Павла Корчагина, Пушкинской, Лесной и Белоярской. Общий объем работы оценивают в 170 миллионов рублей. Температура под 39 градусов, пару дней перерыва и снова сильнейший жар. Так россияне описывают симптомы нового штамма коронавируса, который сейчас гуляет по стране. Между тем, по данным экспертов регионального Роспотребнадзора, число больных COVID-19 по сравнению с цифрами января-февраля в Алтайском крае снижается. Растет ли сезонная статистика по гриппу и ОРВИ? Смотрите в нашем сюжете. В сравнении с праздничной мартовской неделей число больных ОРВИ выросло на 13%. Ну а в целом эпидемиологическая обстановка в регионе не внушает опасений. Коронавирус и грипп идут на спад, говорят специалисты. Грипп, да, но были как в прошлом году были единичные находки, так и в этом году единичные находки. И сейчас, соответственно, в марте уже отмечается также снижение регистрации. Если мы в декабре, в январе регистрировали побольше цифр, в районе 10-15 в неделю, то сейчас это совершенно единичные находки. Коклюш также отступил. Сейчас случаев регистрируют почти в 4 раза меньше по сравнению с пиком в конце прошлого года. Подобный неожиданный эпидемиологический подъем стадневного кашля связан с цикличностью заболевания. В среднем оно проявляется каждые 3-4 года. Несмотря на спад этой и других болезней, часть школьников и детсадовцев сидит дома. В целом закрытых целиком школ и детских садов сейчас нет. Единичные также классы в отдельных школах есть. То есть на сегодня, по данным Министерства образования Алтайского края, закрыто 51 класс в 26 школах и 111 групп в 23 детских и школьных учреждениях. Март по традиции завершает череду роста заболеваемости по сезонным простудным и вирусным инфекциям. Правда, эпидемиологи всегда на готове, ведь на днях россиян предупредили о возможности очередной пандемии. Ее потенциально может вызвать новый штамм вируса птичьего гриппа H7N9. Сейчас он регистрируется на Тайване, в Китае и Юго-Восточной Азии. По данным московских экспертов, он находится всего в одной дополнительной мутации от раскрытия пандемического потенциала. Так что медицинские маски все еще можно не снимать. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Администрация Барнаула и филиал фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве. Руководитель регионального отделения Владимир Медонов и глава города Вячеслав Франк отметили положительный совместный опыт работы, а также обсудили планы на будущее. Фонд «Защитники Отечества» был создан в апреле прошлого года. Сразу же началась совместная работа с городскими муниципалитетами, в том числе и с администрацией Барнаула. На базе города Барнаула создана комиссия по решению этих вопросов, в которые входит и администрация города, и социальная защита, и депутатский корпус, и волонтерские организации. И как раз при решении сложных вопросов все мы как раз участвуем, и понимая проблематику какой-либо семьи, мы эти вопросы решаем быстро, оперативно. Бывает так, что сегодня вопрос поставлен, а завтра он уже решен. Глава города Вячеслав Франк отметил положительный совместный опыт работы с фондом. Соглашение будет способствовать более точечному и оперативному решению вопросов оказания поддержки участникам спецоперации и членам их семей. У него есть свои функции, которые помогают городу сегодня взаимодействовать и работать с нашими героями. Это юридические вопросы, социальная адаптация. Ну, много что делает. Он со своей стороны город старается что-то делать и быть полезным. Поэтому я думаю, что такое взаимодействие, оно и сработает для того, чтобы мы те цели достигли и, конечно, исполняли те задачи, которые перед нами стоят. Глава города также подчеркнул, соглашение о сотрудничестве усовершенствует уже выстроенный механизм между фондом и администрацией, а также позволит и дальше развивать партнерские отношения по разным направлениям. Мария Костылева, День с толком. Ряды исследователей и криминалистов ежегодно пополняют выпускники Юридического института Алтайского госуниверситета. Здесь готовят весьма востребованных сегодня специалистов в области уголовного, а также гражданского и международного права. Большинство студентов трудоустраиваются уже на третьем-четвертом курсах. О нюансах подготовки юристов разных специализаций в нашем сюжете. Кабинет криминалистики – практическое занятие. Студентам дана непростая задача – составить фотопортрет злоумышленника, точнее, молодой закладчицы. Одета в серую куртку, пуховик, в шапку вязаную. Из-под шапки видны волосы средней длины, темно-русого цвета. Графический образ подозреваемой составляют из базы готовых элементов – лица в одной из компьютерных программ. Независимо от направления подготовки, студенты Юридического института АГУ получают системные теоретические и практические знания. Так, будущие специалисты в области уголовного права знают все от тактики и методики расследования. От умения исследовать место преступления до решения о передаче дела в суд. Студентам интересно. Они через свои руки пропускают практические занятия по изъятию следов пальцев рук, следов ног, назначают экспертизы, допрашивают, проводят осмотр места происшествия, проводят обыски. Уже на третьем курсе студенты-юристы выбирают специализацию – уголовно-правовую, государственно-правовую или гражданско-правовую. Специализация позволяет познать тонкости профессии и стать профессиональным нотариусом, юрисконсультом или, к примеру, адвокатом в области частного права – направлении, которое сегодня весьма популярно среди абитуриентов. Смотрите, по фабуле задачи у нас право собственности прекратилось. Что происходит с правами лиц, проживавших в этом жилом помещении? Богатый трудовой опыт по специальности имеет почти половина преподавателей института. На постоянной основе в штате трудится 8 докторов юридических наук. Синтез науки и практики, широкий выбор образовательных программ и направлений для повышения квалификации – все это вместе позволяет готовить специалистов, за которыми в буквальном смысле выстраивается очередь. Мы проводим анализы и трудоустройства выпускников. У нас уровень трудоустройства почти 90% по специальности. То есть наши выпускники успешно трудоустраиваются, вполне комфортно чувствуют себя на рынке труда. В последнее время особым спросом пользуются специальности судебно-прокурорская деятельность и правовое обеспечение национальной безопасности. Но в целом выпускники института ежегодно пополняют ряды следователей, криминалистов и специалистов других юридических направлений, считающихся интеллектуальной элитой правовой системы. Очный этап конкурса «Учитель года Алтая» в разгаре. Педагоги проводят уроки по своему предмету перед классом, с которым познакомились лишь днем ранее. Чем конкурсный урок отличается от обычного и чего стоит учителю показать себя во всей красе, расскажет Дарья Ерошина. Второй день знакомства с учениками. Опытный педагог уже работает с каждым в команде. Ольга Царева впервые участвует в конкурсе «Учитель года Алтая». Урок по русскому языку проводит, применяя игровые методы. Строит общение так, чтобы не только проявить себя во всей красе, но и дать такую возможность ученику. Знаете, когда вы выходите к детям и когда видите горящие глаза, забывается абсолютно все. И ты остаешься не один на один со своими проблемами, переживаниями, а вместе с детьми. Вы работаете вместе, вы становитесь командой. В число своих авторских фишек Ольга включила использование видеокамеры для демонстрации записей учащихся на экран, а также технологию креативного мышления. Попросила ребят написать рассказ по обложке книги и закрепить правила. В завершении урока ученики могли поставить оценку самому себе и прошедшему уроку, то есть педагогу. Для школьника событие редкое, почти как Юрий в день. Если честно, то этот урок, все уроки, которые относятся к конкурсу «Учитель года», были гораздо интереснее, чем обычные уроки. А на каких уже уроках в рамках конкурса ты побывал? Русский язык, английский язык, история, математика и разговоры о важном. «Учитель года» — это многоэтапный конкурс. Невозможно подготовиться только к одному конкурсному испытанию и стать победителем, потому что большое количество этапов проходит каждый конкурсант. Мы понимаем, что каждый муниципалитет проводит свой конкурс, и лучший допускается до заочного этапа. В заочном этапе участвовало около 50 учителей со всего Латайского края. В очный этап прошли 24 человека. В финальном испытании окажется 9. Трое поборются за статус лауреата конкурса на региональном уровне. Сам процесс участия становится заодно и своеобразным повышением квалификации. Коллеги, хоть и конкуренты, обмениваются опытом и радуются успехам друг друга. Знаете, в конкурсе решила участвовать, потому что подумала, что пора уже делиться опытом, который накоплен за годы работы в школе. Поэтому и решилась. Готовилась я не одна. У нас замечательный коллектив, замечательные заочи, директор. Поэтому одна я не оставалась ни на минуту. Призы конкурсам тоже предусматриваются. Уже в пятницу в педагогическом университете состоится награждение лучших из лучших. Большинство участников вернется к привычным школьным будням, а победитель начнет подготовку к всероссийскому конкурсу. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. Мисс Вселенная Оксана Федорова вручила корону победительнице конкурса маленькая особенная мисс 11-летней Алене Полуэктовой. В Барнауле завершился третий ежегодный конкурс красоты среди девочек с ограниченными возможностями здоровья. За корону боролись 12 претенденток. Мисс Вселенная Оксана Федорова специально прилетела в краевую столицу, чтобы поддержать уникальный конкурс и выбрать королеву красоты. Лауреат международных конкурсов, певица, президент благотворительного фонда Оксана Федорова. Воздушный поцелуй от Оксаны Федоровой полетел в зрительный зал. Гостям и участницам конкурса «Маленькая особенная мисс». Известный на всю страну благотворительный проект «Мехутка» уже третий год подряд организует конкурс красоты для особенных девочек. В этом году за корону боролись 12 претенденток. Модельную походку, таланты и харизму оценивала строгая жюри. И сама мисс Вселенная Оксана Федорова. Одна из участниц – Велимира Шадрина. Прошлой осенью девочка победила в конкурсе «Особенный вокал дети» и записала песню с Димой Биланом. Сегодня Велимира покоряет еще одну вершину – подиум. Все так необычно, неожиданно. И вот интересно, всякие прически, макияжи, маникюры – это все очень классно вообще. Как ты думаешь, можешь победить? Хочется? Конечно, хочется. Но есть два варианта. Ты можешь победить и проиграть. В этом ничего плохого нет. У всех же есть шансы. Все красивые, все классные. Особенные девочки дефилировали, рассказывали о себе и своей семье, играли на музыкальных инструментах, совершали танцевальные па вместе с известными мужчинами Алтайского края. Управляющим парком Изумрудный, Владиславом Бакаевым, рэпером Зомбом и другими. В финале конкурса каждой девочке вручили памятные подарки от спонсоров и почетные ленты. 11-летняя участница Алена Полуэктова от волнения и страха остаться без награды не могла сдержать слез. Ее наградили в самом финале, но при этом самым главным титулом. Именно она стала королевой красоты. Корону у харизматичной победительницы надела сама мисс Вселенная. Я вообще выиграла. Я самая маленькая, красивая мисс. Алена, вы видели, что ты немножко переживала, когда первая не получала. Короны, подарки. Расскажи, что ты чувствовала, что ты думала. Я думала, что они выиграют, а не я. Я думала, что я самая последняя буду. Оксана Федорова поделилась, что прежде никогда не судила особенный конкурс, но на предложение благотворительного проекта «Михутка» откликнулась с удовольствием. Я благодарна организаторам за такую уникальную возможность прикоснуться, наверное, к чистым детским сердцам. Потому что, я не знаю, такие проявления, такая смелость на сцене и демонстрация своих талантов, она затрагивает самые глубинные струны нашей человеческой души. Мисс Вселенная мечтает организовать поездку в Москву для особенных детей. В частности, для участниц конкурса «Маленькая особенная мисс». Оксана Федорова хочет показать уникальным и талантливым детям главную площадь страны. И кто знает, возможно пройтись с ними своей топовой походкой. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Сегодня во всем мире отмечают День счастья. Как показало исследование, счастье в России зависит от возраста, дохода и количества солнечных дней. Так, самыми счастливыми стали Северокавказский, Южный и Приволжский федеральные округа. А насколько счастливы барнаульцы и в чем секрет их счастья, выясняла наша съемочная группа. Чувствуете ли вы себя счастливой или нет? Чувствую. Тогда поделитесь секретом счастья? Ну, наверное, помогать родным, ближним, когда удается. Я, наверное, тогда становлюсь наиболее счастливой. Любить окружающих. И чтобы вас любили. Ну, относительно. А что нужно человеку для счастья, и вам в частности? Мне собственное жилье. А то я снимаю. В чем секрет счастья? В правде, наверное. Человек, который знает правду, он не может быть несчастным. То есть вы знаете правду? Да. И мало, и много. Семья, дети, ну, какой-то достаток, чтобы на все хватало. Денег, здоровье, безусловно. Чувствуете ли вы себя счастливыми? Да. Только что поплакала. Да. Нет. Почему? Дело в финансах, как бы. А что нужно для счастья? Сто миллионов долларов. А на что потратишь? На себя. Любовь. Много любви. А что вот нужно сделать, чтобы быть счастливым? Трудиться. Нужно трудиться. Счастье – это труд, причем очень тяжелый. Чтобы ты людям был нужен, они были нужны тебе. Ну, конечно, мир во всем мире. И на этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До свидания. Продолжение следует.